Всем привет! С вами ИнформТВ. Эльза Леждей прежде всего знаменитым миллионам советским телезрителям благодаря роли криминалиста в сериале «Следствие ведут знатоки». Но этот образ сделал ее заложницей одной роли. Ей прочили потрясающую карьеру в кино, но она тихо пропала с телеэкранов и также тихо ушла из жизни. Вскоре после окончания театрального вуза артистка вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова. В 62-м у них родился сын Алексей. Рассталась пара через два года после появления первенца. А все дело в том, что Эльза встретила на съемках хоккеистов красавца Вячеслава Шалевича. Спустя 10 лет Владимир Наумов женился на Наталье Белохвостиковой. А вот двухлетний роман Леждей с Шалевичем так и не увенчался браком. Пара распалась, но остались теплые дружеские отношения. Второй и последний официальный брак актрисы был с красавцем-интеллигентом Всеволодом Сафоновым. Побывав на вершине славы, актер очень тяжело переживал забвение. Проблему при этом топил в алкоголе. Когда вспыхнул роман с Эльзой, женщина поставила ультиматум – или он навсегда бросает пить, или они расстаются. В итоге Сафонов все-таки поборол зависимость ради любимой. В 71-м они поженились, а вместе прожили долгих 20 лет. Сафонов скончался от рака в 92-м. Женщина очень тяжело переживала кончину мужа. А трагедия усугублялась невостребованностью и очень сильным одиночеством. Проблемы со здоровьем у актрисы начались еще в конце 80-х, когда снималась финальная серия культового детектива. Эльза Ивановна появилась в эпизоде «Женщину покидали силы». К тому же, дома ее ждал тяжело больной муж. Леждей пережила Всеволода на 9 лет. Она скончалась июньской ночью 2001 года. В конце жизни ее, конечно же, навещал сын Алексей с внучкой, но она все равно осталась одиноко. О болезни актрисы ей, кстати, поставили тот же диагноз, что и мужу гордая женщина никому не рассказала. Кумир миллионов жила на скромную пенсию. Вскрытие показало, что она умерла от сердечного приступа. Похоронили ее на Хованском кладбище, где раньше нашли последний приют муж и ее мама. А вы помните эту прекрасную и талантливую актрису? Если да, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!